назначать на высокую должность, вплоть до уровня заместителей федеральных министров. Ну и, конечно, мы работаем с кадровыми резервами, со всеми резервами, которые существуют в госуправлении, начиная с президентства, резерва федерального кадрового резерва, резерв управления кадров. Ну, конечно, самый знаменитый, известный проект, это школа губернаторов, там, где учатся руководители, на первой школе госуправления, ну, можно сказать, на губернатор. Причем 51 губернатор уже прошел эту программу. Это вся та большая база руководителей, которая проходит, в том числе, через факультет оценки, поэтому мы накапливаем данные, очень интересные, нам они позволяют делать интересные научные выводы. Ну, для того, чтобы их получать, мы используем так называемый классификатор управленческих должностей, это такая линейка управленческих позиций, которая позволяет сопоставлять разные должности между собой. Ну, для нас она выступает и способом валидизации нашего инструмента, мы знаем, что мы измеряем уровень управленческой готовности достаточно точно и используем эти данные для консультирования, для коучинга руководителей, само это представление о возможных карьерных траекториях руководителей. Мы получаем интересные научные результаты, причем в этом смысле они во многом уникальны. Вот, собственно говоря, сегодняшняя лекция построена в том числе на этих уникальных инструментах оценки. Да, еще одно методологическое основание, которое мы используем, это модель управленческой готовности, но мы к ней, наверное, с вами еще вернемся. Я хотел предложить вначале все-таки с того, что мы обычно предлагаем нашим слушателям в рамках образовательной программы, но с этой схемой многие знакомы, немножко она тут переделано, так называемое окно Джогари или Йогари, он же Бош и так далее. Мы говорим о том, что в работе с руководителем мы стараемся увеличивать саму отсутую область представления человека о себе самом, потому что для зрелой личности и для управленческой зрелости это важно иметь эффективное представление о себе самом. Поэтому я, пользуясь возможностью, хочу предложить и участникам марафона, тем, кто к нам уже присоединился или тем, кто будет смотреть этот материал в записи, попробовать выполнить упражнение, которое я предлагаю. Причем так как в этом марафоне участвуют педагоги, преподаватели, учителя, я думаю, что сама модель, самооценка может вам пригодиться, вы просто адаптируете свои задачи, когда, например, будете работать с ребятами, с детьми, ну, может быть, со своими коллегами. Такой хороший инструмент для начала рефлексии. Итак, так как мы говорим с вами о лидерстве, повторюсь, в этом месте можно говорить о любых качествах, о профессионализме, о человечности и о чем угодно, но мы с вами говорим о лидерстве. Сегодня я предлагаю взять листочек бумаги, исчертить его, ну, примерно так, как вы видите сейчас на экране. Да, так как у нас всего 40 минут на взаимодействии, в конце меня попросили оставить время на возможные вопросы, если они появятся, то я скорее это упражнение тоже буду давать, ну, в таком режиме, скажем, скорее демонстрационном. Если вы не успеете его выполнить сейчас, можете вернуться к нему потом, но если вы выполните его сейчас, то в последующей лекции вам точно будет более полезно. Так вот, расчертите листочек на такие графы. Важно, что там было 10 строчек, потому что в каждой из этих строчек надо написать одно качество лидера. То качество, которое вы считаете важным для лидера. Буквально минутку давайте я на это даю. Ну, примерно вот так будет выполнена, выглядеть заполненная вами таблица. Там качество и любая характеристика. Если хотите, это может быть там когнитивные, волевые характеристики, физические, связанные с внешним обликом. Ну, как я говорю, обычно я шучу, мне сейчас не видны ваши лица, к сожалению, не знаю, насколько эта шутка будет удачной. Ну, например, лидер должен быть, наверное, умным и красивым. Качество номер один, это может быть, например, умный. Качество номер два, красивый. Ну и так дальше уже пошли другие качества. То есть они касаются личностных характеристов, профессиональной сферы и взаимодействия с людьми, и морально-нравственных качеств, чего угодно, что вы считаете важным. Здесь важно, чтобы эти качества были не на вами зафиксированы, чтобы они шли от каждого из вас, от тех, кто работает сейчас с этой таблицей. Потому что если я вам дам, ну, так скажем, законченный список, уже оформленный список качеств, это будет немножко не то, это будет уже не совсем то, что мы хотим получить с вами в итоге. Так, буквально пару минут на то, чтобы поработать с этой таблицей. В групповом формате, кстати говоря, люди, когда заполняют эту таблицу, я работал с этим упражнением, с созданной группой, хоть в школе губернаторов, с лидерами России и так далее. И обычно до пятого, шестого, ну, седьмого качества достаточно легко заполняется таблица. Прогуксовка начинается где-то на восьмом, девятом. Бывает сложно сообразить, а что же там еще, какими качествами, характеристиками должен быть лидер. Поэтому мы в групповом формате друг другу помогаем. Я прошу просто участников аудитории в зале предложить какие-то свои варианты качеств, которые им кажутся наиболее важными, наиболее ценными, ну, в том и ином контексте, конечно же. Так как у нас с вами нет возможности отменяться мнениями, по этому поводу, я вернусь к нашей модели управленческой готовности. Возможно, она вам понравится. Можете из этого списка взять те качества, которые на ваш взгляд можно соответствовать характеристикам настоящего лидера. Наша модель состоит из трех элементов. Мы смотрим на руководителя как на лидера, на менеджера как на эксперт. Лидер, менеджер, эксперт. И включил их роль руководителя, которым должен выполнять. Нет, выполнять. На разных уровнях генерации они проявляются по-разному, но при этом все три роли, ну, примерно, одинаковые степени важны. Каждая из этих ролей наполняется, мы это называем, это компетенциями. Ну, вот в нашей советской практике было принято называть это профессионально важными качествами. Я имею в виду психологию управления, психологию профессиональной деятельности. Потом на смену замечательного понятия ХВК, профессионально важные качества, пришло понятие компетенции. Ну, совсем, кстати, релевантно. Ну, будем использовать его, потому что все к ним уже привыкли. Есть и корпоративные модели компетенции, и по образовательным стандартам используется этот же термин. Вот в нашей модели метакомпетенции. Видите, 9 таких качеств. Если какие-то из них вам понравились, скажете, что они важны для релевера, можете записать их в свою таблицу. Так, ну, а мы продолжаем с вами двигаться дальше с учетом дефицита времени. На следующем шаге я предлагаю эти качества проранжировать по степени важности. Как вам кажется, какое из этих качеств более важно? Какое находится на втором, на третьем месте? То есть проранжировать их по степени важности с первого по десятый номер, с первого по десятый. Если не успели все 9, все 10 качеств записать, нужно это в процессе еще сделать, потому что важно, чтобы список был ровный из десяти, иначе там есть математическая формула, она просто не сработает. Мы, скажем, не получим этот результат, который будет интересен посмотреть. Оценить проранжировать эти качества с точки зрения важности. Ну, например, что важнее, все-таки для лидера быть умным, или для этих красивых. Кто-то считает, что личное привлекает людей для лидера важнее, кто-то считает, что голова, мозги и лидер важнее, чем внешних характеристик. Вот наш выбор между ними, понятно, что если лидер будет неаккуратно, неопрятно, отсталкивающим от имущества, фидеров, даже если у него хороший, он будет привлекательно, притягивательно, притягивает к себе других людей. Они хотят на него быть похожими, но у него нет головы, нет мозгов, то есть тоже надо будет очень хороший выбор. Но вам надо сделать качество, то есть выбрать эти качества на одно и то же место, два раза качество ставить нельзя, поэтому в любом случае надо думать, что важнее, например, амникативное качество или интеллект. Умение вести за собой или настойчивость. Ну, будем считать, что вы этот столбец заполнили, и теперь делаем следующий шаг, а теперь вы должны оценить выраженность этих качеств у себя самого. То есть точно так же франжировать эти качества с первого по десятое место, но определить, какое из этих качеств для вас характерно в наибольшей степени, каким бы вы точно обладаете, его составите на первое место, самое яркое ваше качество. Затем на второе место, на третье, и так до десятого, на десятом месте. По всей вероятности окажется то качество или та характеристика, которую вы лично обладаете с вашей точки зрения, ну, чуть в меньший степень или в наименьший степень. цифры могут совпадать порядковые номера могут совпадать и что получится дальше многие из вас уже наверно догадались давай еще несколько секунд заполнением ждем пока все проранжирует сама у себя самих себя с точки зрения этих характеристик наверно все это уже сделали переходим почти к заключительному а теперь надо найти разницу между столбцами по модулю ну для гуманитарь их напомню что разница по модулю это предполагает вычитание из большего числа меньшего без марками 5 1 равно 4 7 минус 3 равно 4 7 минус 5 равно 2 для самых внимательных тут есть ошибка я ее специально не убираю мне нравится когда появляется возможность проверить насколько внимательно аудитория работает с этой таблицы так ну допустим вы вычислили разницу по модулю это вы знаете задание для первоклассников достаточно легко это сделать и дальше надо сложить в столбик сумму получившихся разницы сумма разниц вкладывается в столбик в моем примере это 43 43 сумма разница 43 как вы думаете что это значит да я вижу что многие из вас уже догадались чем выше сумма разницы тем ниже ваша сама цен чем меньше сумма разницы тем выше ваша сама цен то есть при максимально большой разницы между я идеальным я реально это такое оценили самого себя выраженность у вас тех или иных качеств а я идеально это те качества которую считаете важными для лидеров есть я концепция ваша как лидера ваша я концепция лидера ну и собственно говоря разница между я реальными и идеальным она говорит о том насколько ваше представление в идеальном лидере отличается от вас реального и можно говорить конечно не о том что вы плохой лидер или замечательный лидер можно говорить только о вашей самооценке причем это самооценка как вы заметили очищена от внешнего влияния потому что сами качества вы выписывали фиксировали на их на листе бумаги транжировали эти качества с точки зрения значимости вы оценивали самого себя с точки зрения выраженности у вас качество живую то есть это ваша самооценка в чистом виде это не есть объективная реальность это всего лишь на всего лишь навсего наше восприятие самого себя но для того чтобы было легче работать с цифрой на самооценку надо понимать насколько ваша самооценка является высокой или низкой адекватный неадекватный хорошо бы конечно привести какому-то какой-то линейки но в данном случае восприятие затруднено потому что чем выше цифра тем ниже самооценка чем больше число тем наоборот ниже самооценка сложно понимать поэтому используем такую формулу для перевода самооценки в процент сто процентов максимальная сумма разниц которая возможно при таком варианте равняется 50 поэтому из 50 вычитаем вашу сумму разницу умножаем ее на 2 ну и условно говоря появляется значение вашей самооценки процентов ну у кого-ка получилось вот в моем примере у нас так случаев не мой личный пример это чисто гипотетический пример самооценка равняется 14 процентам крайне низкая как вы думаете какая самооценка является оптимальной для саморазвития людей психологами они говорят что самооценка должна быть несколько выше средней потому что если она приближается к 100 процентам на уровне 90 там больше 80 процентов то в этом смысле она конечно является очень высокой самопринятие у человека высокая но возникает вопрос зачем двигаться дальше какой смысл если я и так уже близок к своему идеалу это в общем-то в определенной степени может являться тормозом для саморазвития если же самооценка очень низкого как в том примере который вы видите сейчас на экране 14 процентов я бы сказал даже меньше 50 процентов самооценка она низкая с такого низкого старта тоже сложно начинать движение потому что при низкой самооценке в принципе сложно самого себя развивать считаешься неудачником тебя и тут не получается тут не такой недостаточно красивый и не очень умный например да и конечно с этой точки двигаться вверх довольно сложно оптимальной самооценкой 60-80 примерно для разогрева что называется это как раз не научная часть моей лекции сегодняшней с научной точки зрения хочет поспорить я даже знаю слабые стороны этого упражнения но сейчас не о нем речь мы с вами сделали для того чтобы подойти к теме лидерство потому что сейчас когда вы составляли перечень качеств думали о том какими характеристиками должен обладать лидер вы наверняка написать что-то из того что мы с вами обсуждать дальше она сразу хочу сказать что рассматривается я предполагаю все таки parole ли чникам а муж лидерство активный пользователь проводишь это может например предприниматель are лидерство это может быть политическое лидерство это может быть неформальном и например в коллективе мы говорим с вами в управленческом лидерстве а у тех качествах характеристиках который но может Я знаю, что многие из вас являются руководителями. Например, вы можете быть не только педагогом, но и выполнять административные функции. Я думаю, что на свет с вами смотрят реальные руководители, те, кто является, что называется, профессиональным управленцем, для кого это основной ли деятельности профессиональной. Ну, наверняка есть и будущие руководители среди их участников. Поэтому поговорим именно об управленческом лидерстве. Здесь очень важно дать определение для того, чтобы мы с вами с общей базы смотрели на лидерство. Как я уже сказал, мы изучаем руководителей. У нас есть такая прекрасная возможность, которую нам предоставляет, собственно говоря, наше рабочее место, наш работодатель. У нас накапливаются данные руководителя разных уровней управления. Оперировать данными о лидерстве я буду, в первую очередь, на основе тех материалов, которые располагает наш факультет, который в большей степени является не образовательным подразделением, а исследовательским, аналитическим, ну, или экспертом, который занимается экспертизой в плане оценки руководителя. Так вот, если мы говорим о управлении, с точки зрения классики управления, а я люблю классику, обычно выделяют три основных группы методов управления. Адмистративный, экономический и социально-психологический. Адмистративные методы основаны на иерархии, на регламентах, на распоряжениях, на законах, на законах, на законодательствах, на должностных инструкциях. И в основе административных методов лежат, ну, так называемые отношения власти и подчинения. Люди психологически к этому привыкли. В любой иерархической структуре, не только в иерархической структуре, мы с вами находимся в позиции начальника, подчиненного, руководителя, того, кто выполняет сотрудника, того, кто выполняет задачи, которые перед ним ставят руководство. В этом смысле все, к которому привыкли, относятся к этому нормально. Ну, и есть организации, которые административные методы достаточно активно используют. Например, это органы власти, где административные методы, в общем-то, стоят во главе угла при воздействии, влиянии на своих починевых. Есть экономические методы управления, связанные с тем, что любой человек, наемный работник, если это не волонтер, если это не рад, и он, в смысле этого слова, любой человек на работу будет в том числе за деньги, для того, чтобы получать доход, за счет которого он удовлетворяет потребности своей, своей семьи, причем потребности материальные, духовные и любые. И в этом смысле экономические методы управления являются удобным инструментом, которым может располагать руководитель для того, чтобы влиять на своих починенных. Это система оплаты труда, это премии, это бонусы, это продвижение по служебной лестнице, которая также ведет к росту заработной платы, росту доходов. И если я хочу, чтобы мой подчиненный работал больше и лучше, то я могу повлиять на него через использование экономических методов управления. Ну, где-то их использовать проще, например, в коммерческой сфере, там, где есть прибыль, возможность влиять на эту прибыль, в том числе, косвенная возможность любого работника влиять на нее. В госсфере, в бюджетной сфере это делать сложнее, но тем не менее экономические методы управления там тоже присутствуют. Ну, и третья группа методов, это социально-психологические методы управления, которые основаны на человеческих отношениях. Теория человеческих отношений, которая появилась в 50-х годах, она в основном посвящена влиянию на человека в организации через отношения. И в этом случае ресурсом руководителя является не его позиция, не его полномочия, не его возможность влиять на материальное благополучие сотрудника, а его личность. Опираясь только на свою личность, руководитель может влиять на своих сотрудников. Ну, и, собственно говоря, лидерство в этом случае, в этом смысле, относится как раз к социально-психологическим инструментам влияния. И если мы говорим о лидерстве в чистом виде, то я дал бы такое определение лидерству. Лидер – это тот, кто способен вести за собой, не опираясь на полномочия и деньги. То есть не опираясь на административные ресурсы и не опираясь на те экономические ресурсы, материальные, финансовые ресурсы, которыми руководитель располагает.